Здравствуйте, дамы и господа. Зовут меня Макс Погорелый, я дипломированный нутрициолог, кандидат науки. И мы сегодня с вами с научной точки зрения, используя результаты 28 научных исследований, рассмотрим ЧАГУ. Этот древесный гриб сейчас претендует на звание волшебной таблетки. Он якобы лечит все болезни, включая рак, и при этом якобы не имеет никакой опасной помощи. ЧАГУ действительно изучают серьезные научные лаборатории. В интернете ей поют дифферамбы, природные запасы ЧАГи в лесах уже практически исчерпаны. И в этом потоке, я бы даже сказал потопе словословий, теряются результаты тех научных исследований, которые говорят, что ЧАГА, как всякое очень сильнодействующее средство, имеет и серьезные побочные эффекты. Поэтому ее надо применять очень осторожно и зная как. Ведь если применять ЧАГУ так, как рекомендуют ее продавцы и пропагандисты, а не ученые, то результаты могут быть весьма печальными, как, например, описано вот в этом исследовании, которое называется «развитие терминальной стадии заболевания почек после длительного употребления гриба ЧАГи». В описании конкретного случая и обзор литературы. Слово «терминальная стадия заболевания» означает «смертельная стадия заболевания». И действительно, в этом исследовании описан случай 49-летнего корейского мужчины, который достаточно безуспешно лечил ЧАГой свой дерматит, и через несколько лет у него просто отказали почки. И вывод этого, и еще нескольких исследований, о которых я расскажу вам, сегодня говорит о том, что гриб ЧАГА является потенциальным фактором риска хронической болезни почек. Как видите, друзья, и в случае с ЧАГой главная претензия травников к официальной медицине о том, что она одно лечит, а другое калечит, на самом деле может быть обернута против самих траволечителей. И для того, чтобы помочь вам избегнуть всякого рода трагических последствий и не использовать разные лечебные средства зря, я и создал мою программу «Обман веществ», в которой я развеиваю мифы и фейки о питании. И сегодня мы с вами, по результатам 28 научных исследований, ответим на главные вопросы о применении ЧАГ. А именно, какие болезни ЧАГа действительно может излечить, и в каких дозировках, и в каком виде ее нужно для этого использовать. Как убрать потенциальный вред ЧАГе, и при каких болезнях ЧАГа может быть вообще противопоказана. С какими лекарствами и пищевыми продуктами ЧАГу ни в коем случае нельзя применять. Что лучше использовать? Сам гриб ЧАГу и делать из него какие-то вытяжки, или покупать готовые препараты или БАДы. Какие экстракты ЧАГе лучше? Спиртовые или водные? И каким образом самостоятельно, но по результатам научных исследований, приготовить наиболее действенный экстракт ЧАГи, и как правильно выбрать ЧАГу для приготовления этого экстракта. Итак, планов у нас громадье, устраивайтесь поудобнее и поехали! Сегодня, как впрочем и всегда в моей программе «Отделять мух и лжи от котлет правды» мы будем с вами основываясь на результатах исключительно научных исследований. Каждое мое слово будет подтверждено соответствующими результатами исследований. Их сегодня 28. Список всех научных исследований вы видите сейчас на экране, а номер каждого научного исследования будет стоять на соответствующем слайде. Скачать список этих исследований вы сможете по специальной ссылке, которая находится в самом конце описания к этому видео. По результатам нашего расследования мы сделаем 9 выводов, и для того, чтобы вам было удобно забрать их с собой, я размещаю все выводы на таких вот фиолетовых слайдах, и каждый раз буду говорить о том, что это вывод или рекомендация, и советую вам их фотографировать, и тогда вы легко сможете поделиться вашими открытиями с друзьями и близкими. Практически в каждом видео обсуждается то, является ли чага грибом или нет. Технически да, чага это древесный гриб, но для наших с вами целей это в принципе вообще не имеет никакого значения, потому что наша с вами задача это определиться в практических аспектах применения чаги. Каким образом ее сделать полезной лично для вас, и каким образом избежать возможного вреда. В научной литературе чагу обычно рассматривают вместе с грибами, и не зря, потому что одни из главных ее действующих средств это грибные бета-глюканы. Бета-глюканы это специфическая группа веществ, которая оказывает лечебное воздействие. Она есть не только в грибах, но именно грибные бета-глюканы являются для людей наиболее целительными из всех бета-глюканов всех разных растений. И подробно о бета-глюканах, и о том, каким образом использовать грибы в целом как лекарство, я рассказывал в моем отдельном видео, очень рекомендую его посмотреть. И у меня есть еще одно видео о микродозинге мухоморов, и в моем изучении того, каким образом грибы можно использовать для улучшения здоровья, я не собираюсь останавливаться на чаге, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. И если вам уже нравится идея гриболечения, то поставьте сразу лайк этому видео, и мы двинемся дальше. И если мы сравниваем чагу с другими грибами, то ей действительно совершенно не зря поют дифирамбы, потому что, как показало это исследование, чага отличается от других грибов самой высокой антиоксидантной активностью. А антиоксиданты это и есть те самые лечебные вещества, ради которых мы грибы едим. Ну, кроме вкуса у тех грибов, которые действительно вкусные. И, кстати, поисковики Ютуба иногда просто тупят, и если вы сами не сможете найти в Ютубе эти два моих видео о грибах, то прямо обращайтесь ко мне в чат. Я создал специальный чат, в котором я помогаю моим зрителям и находить нужные для них видео, мои, разумеется, и отвечаю на те ваши многочисленные вопросы, которые всегда возникают после просмотра видео, и вообще на любые ваши вопросы. Для того, чтобы найти мой чат, переходите по ссылке, которую вы найдете в описании к этому видео, и видите сейчас на экране. И там на страничке сайта вам будет предложено выбрать один из трех удобных вам мессенджеров. Viber, WhatsApp или Telegram. Нажимаете на его кнопочку, переходите в чат, и там же в чате вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы и пройти тест питания, узнать, насколько ваше питание вообще сбалансировано и насколько оно поддерживает или, наоборот, разрушает ваше здоровье. Но возвращаемся к чаге. Уже несколько лет чага находится на пике своей популярности. Интернет забит предложениями и самой чаги, и всякого рода бадов, и экстрактов из нее. И это, как с тревогой отмечают ученые, привело к тому, что природные запасы чаги оказались практически исчерпанными, и ее уже выращивают искусственно. Какая же чага лучше? Природная или искусственная? И если природная, то на каком дереве выросшая? Насколько близки эти разные виды чаги по своему составу и, соответственно, по лечебному воздействию? Та чага, которой искусственно заразили березы в березовых посадках, разумеется, ничем не отличается от чаги дикой, но проблема ее в том, что она действительно очень медленно растет. Как показали результаты вот этого десятилетнего исследования, за 10 лет чага выросла до размера, который, в принципе, в практических условиях использовать пока еще нельзя. Поэтому вполне может статься, что пока мы с вами дождемся, пока такая чага вырастет до промышленных размеров, вся дикая чага уже будет использована. И ученые уже ищут способы производства чаги искусственно и выращивают чагу на картофельно-декстрозном агаре. Насколько же она отличается от дикой чаги? Во-первых, мы должны с вами понимать, что тех веществ, которые оказывают лечебное воздействие, в чаге невероятно много. Обычно в разных растениях их буквально 1-2-3, не больше. В чаге их действительно десятки, и каждая из них, вернее, каждая группа из них оказывает свое лечебное воздействие. Какие-то из них обладают противораковой активностью, какие-то повышают иммунитет, какие-то снижают воспаление, какие-то убивают вирусов, какие-то являются антиоксидантами, какие-то снижают сахар в крови, а какие-то защищают печень. Большинство исследований чаги сосредоточено на каких-то конкретных группах веществ, ученых выделяют и затем используют как лекарство. И с этой точки зрения, даже искусственно выращенная на картофельном крахмале чага может быть полезной, потому что содержание трех очень важных веществ, ланостерола, эргостерина и инутодиола, в искусственно выращенной чаге практически такое же, как в дикой. Поэтому такую картофельную чагу можно перерабатывать и получать из нее эти вещества, которые дальше использовать в виде лекарств. Но особенность чаги, в отличие от большинства других грибов, состоит в том, что она не просто производит полезные вещества внутри себя, она еще и забирает полезные вещества из дерева хозяина, концентрирует их, накапливает, и таким образом та чага, которая выращена непосредственно на дереве, в разы полезнее, чем чага, выращенная на крахмале. И поэтому состав чаги напрямую зависит от того, на каком дереве хозяине она выросла. Растет чага на многих деревьях, от сосен и лиственниц до ольхи и плодовых деревьев. Но наиболее полезной обычно считается та чага, которая выросла на березах и совершенно не зря, поскольку именно в березовой чаге есть бетулин, бетулиновая кислота и специфические фитостерины, и именно они и оказывают антираковое воздействие. Они не единственные противораковые вещества в чаге, но без них чага уже не та, поэтому я рекомендую вам, если уже и использовать чагу, то использовать настоящую. Вы, конечно, не сможете определить, выросла эта чага на березе или на каком-нибудь плодовом дереве, но, по крайней мере, вы сможете опознать то, что это действительно чага. Делаем, друзья, наш вывод номер один. Он состоит в том, что самая лучшая чага – это растущая на березах. Искусственно выращенная на картофельно-декстрозном агаре чага лишена важных противораковых компонентов, которые она получает именно из березы. Поэтому старайтесь использовать именно березовую чагу, неважно, дикую или специально выращенную в березовых насаждениях, если таковая вам попадется. И понятное дело, что для того, чтобы хоть с какой-то долей вероятности попасть именно на березовую чагу, ее лучше покупать из тех регионов, где берез много и где чага растет преимущественно на березах. И это, как показывают научные исследования, преимущественно леса Финляндии и других скандинавских стран, Белоруссии, центральной части России, Западной и Южной Сибири и немного Дальний Восток и достаточно много в Канаде и на севере Соединенных Штатов. Фотографируйте себе эту карту. Там показаны места, где в основном произрастает чага. И фотографируйте, пожалуйста, наш вывод номер два, который говорит о том, что лучше всего покупать чагу из тех регионов, в которых ее много в природе. Так меньше шансов напороться на подделку. Это вся Скандинавия, Канада, США, Прибалтийские страны, Белоруссия и Россия. Чага растет и в Китае. Кстати, и в Корее, и в Японии, но ее там действительно мало. И поэтому Китай абсолютно не является тем регионом, из которого стоит покупать чагу. В китайских исследованиях чаги она привозится из России, потому что там отмечается регион, откуда привезена чага. Ее состав зависит и от региона. Поэтому покупать чагу у китайцев это себя обманывать. Она либо вообще не китайская, тогда нет смысла покупать ее в Китае, либо поддельная, либо выращенная на том самом крахмане. И точно так же, если вы решите покупать не саму чагу, а препараты чаги, то лучше ее все-таки покупать из тех стран, где чага действительно растет, да, не китайский. И тут мы с вами, друзья, подошли к вопросу, который совершенно закономерен. Что лучше, купить непосредственно чагу или использовать уже готовые экстракты? Вопрос непростой, но я нашел на него ответ. Те экстракты чаги, которые вообще продаются в мире, делятся на две большие группы. Первая группа – это непосредственно медицинские средства, которые разрешены к использованию именно как медицинские средства. И вторая группа – это биологически активные добавки. БАДы. Они тоже могут продаваться в аптеках, но они не являются медицинскими средствами, и поэтому их качество на самом деле вообще никак не контролируется. И в этой связи, кстати, очень рекомендую посмотреть мое видео о подделках растительных БАДов. Это совершенно колоссальная индустрия обмана, размахи, которые просто поражают. Понятное дело, что сказанное не означает, что все БАДы из чаги плохие. И оно означает только то, что если вы покупаете именно аптечный препарат, то тут вы с гораздо большей гарантией получите качество. Но аптечные препараты при этом производятся только на территории бывшего СССР, потому что с 1955 года сама чага и экстракты из нее были признаны в СССР лекарствами и разрешены к использованию в официальной медицине, и больше ни в одной из стран мира такого нет. Поэтому, увы, но тем, кто живет за пределами бывшего СССР, придется либо делать экстракты чаги самому, не расскажу сегодня как, либо использовать БАДы, и тогда уже покупайте БАДы из тех стран, где чага по крайней мере произрастает. Основные медицинские препараты чаги называются бифунгин, это водный экстракт, и гастрофунгин, это спиртовая настойка на 70% спирте, и их производят фармакологические заводы по территории всего бывшего СССР. Какой из экстрактов лучше, спиртовый или водный? Ответ на него нам будет важен не только для покупки конкретного экстракта чаги, но и для того, чтобы понять, каким образом произвести наиболее действенный экстракт самостоятельно. Научные исследования ответили и на этот вопрос. Ученые делали вытяжки на спирте разной концентрации и на воде, и оказалось, что водные вытяжки в среднем имеют несколько лучшую антиоксидантную активность, то есть содержат больше полезных веществ, чем спиртовые. Но это в среднем, потому что из разного сырья чаги получаются разные по качеству спиртовые и водные экстракты. Однако в среднем же мы можем с вами заключить, и об этом говорит наш вывод номер 3, что содержание полезных веществ в водных и спиртовых экстрактах чаги приблизительно одинаково, но водные могут быть более насыщены полезными веществами в зависимости от исходного сырья. Поскольку в странах бывшего СССР сама чага и препараты из чаги были зарегистрированы как лекарственное средство еще со времен СССР, и есть большая традиция изготовления экстрактов чаги на разных фармацевтических заводах, то использование именно таких экстрактов может быть наиболее полезным и гарантированным вариантом, если вы не хотите делать густой экстракт чаги сами дома. А экстракты чаги, которые продаются в виде БАДов, заслуживают меньшего доверия. Непонятно, как и из чего их производят и какое именно сырье берут. Дикую чагу или выращенную на крахмане. Однако, как в фильме про Штирлица говорил Мюллер, в наше время верить нельзя никому. Даже себе. Мне можно. Поэтому, друзья, поверьте мне, если у вас действительно, не дай бог, какое-то тяжелое заболевание, то лучше все-таки не полагаться на покупные экстракты чаги. Потому что даже аптечные могут быть не лучшего качества. И в этом печальном случае лучше приготовить экстракт чаги самому. И вот тут-то начинаются проблемы, потому что в интернете полный разброд и шатание. Люди рекомендуют различные способы производства экстракта чаги. И все они, а я посмотрел не один десяток видео, все они абсолютно антинаучны. И ни один из чага-легари не перевел ни одной ссылки, ни на одно научное исследование, которое бы подтверждали полезность именно его метода. А для того, чтобы правильно произвести экстракт чаги, необходимо соблюсти много правил. А именно правильно выбрать часть чаги, знать правильную температуру, правильное количество воды и правильную технологию изготовления. Думаю, вы не удивитесь, но для своих экспериментов на мышах и собаках ученые используют именно самостоятельно изготовленный экстракт чаги. Поэтому найти научные рецепты изготовления экстракта чаги, в которых ученые еще и проверили то, что этот экстракт после такого способа приготовления действительно действенен, это совершенно не сложно. Я взял целых пять исследований с наиболее типичными способами приготовления экстракта чаги и вывел из них средние. Но перед тем, как я оглашу этот рецепт, я хочу поблагодарить двух людей, чья поддержка сделала возможный выход и этого, и нескольких других видео. Это конкретное видео заказал мой зритель Зиеду Несеренгитис. Спасибо ему большое. А выпуск таких сложных и детальных видео делает возможным другой человек. Это постоянный спонсор канала Владимир, который поддерживает канал уже много лет, оставаясь за кадром. Полуинкогнито, за что спасибо ему огромное. Не за полуинкогнито, конечно, а за поддержку, потому что каждое доброе дело, оно должно иметь свое имя. Или много имен, потому что у меня появилось много людей, которые очень оживили работу моего канала. Это участники моего Макса-клуба. Я создал специальный клуб в Телеграме, в котором мы с единомышленниками обсуждаем темы, которые наиболее интересны для создания видео или для написания статей, если видео может не набрать просмотров. Мои видео были и всегда будут бесплатны для всех, а статьи будут доступны только членам клуба. Все-таки должны они иметь какие-то преференции за свою поддержку моей работы. Помимо этого, в клубе я еще отвечаю на все многочисленные вопросы, которые возникают у участников. Провожу живые стримы. Там же участники и я делимся тем, что мы кушаем, то, о чем мы думаем, своим опытом, своими находками наиболее полезных продуктов. И просто приятно общаемся в кругу единомышленников, которые интересуются здоровьем и здоровым питанием. Участие в клубе платное, но цена совершенно скромная. Скромнее этих денег, наверное, только я сам. Это 15 долларов в месяц. И если вам нужен не только персональный диетолог в кармане, но и группа поддержки в кармане, то присоединяйтесь к клубу. Для этого переходите по ссылке, которую найдете в описании к этому видео и которую видите сейчас на экране. Там вы перейдете на мой сайт, сможете сделать оплату из любой страны мира, в какой бы вы ни находились, и администратор подключит вас к клубу. Добро пожаловать! Ну что ж, рекламная пауза закончена. Спасибо вам большое. И мы с вами снова возвращаемся в чаг. Конечно, как вы уже поняли, идеально это взять топорик, пойти в лес и вырубить себе чагу самому. Такая роскошь, к сожалению, доступна не всем, и поэтому тем, кто хочет произвести чагу самостоятельно, приходится выбирать. Купить ее в интернете целыми кусками или уже готовым порошком. Как говорила Стаббендер, я бы взял частями, но мне нужно сразу. Так вот, и я бы взял в порошке. Ее, в принципе, удобно использовать именно порошком, и вам придется ее измельчать, но кусками будет гораздо надежнее. Потому что таким образом вы сможете отличить действительно чагу от других древесных грибов. Чага отличается от них черной коркой, совершенно угольно-черной коркой, и все куски чаги будут содержать какие-то кусочки этой корки, и таким образом вы можете быть уверены, что это, по крайней мере, настоящая чага. Березовая или нет, это вопрос, но настоящая. Есть ненаучный, но все-таки способ, которым вы можете проверить эти кусочки, это поджигание. Тогда вы не ослышались. Если чагу поджечь, и она загорится, и прогореть немножко вглубь, то чагу, настоящую чагу, очень трудно потушить. Для этого ее нужно поместить под воду, и подержать какое-то время. Потому что, если вы просто зальете горящую чагу водой, то она пошипит, и потом загорится снова. Этот способ, ну, такой себе, полуанекдотический, но, по крайней мере, вы сможете отличить рыжие кусочки чаги от рыжих кусочков других трутовиков. Но, друзья, если эта черная часть чаги нужна нам для ее правильной идентификации, то для приготовления настоя она на самом деле не очень нужна. Та-да, вы не ослышались. То, что считают наиболее полезной частью чаги, на самом деле нею не является. Та чага, которую вырубают в лесах, состоит на самом деле из трех слоев. Первый слой, это тот слой, которым она непосредственно прикреплена к дереву. Второй, это так называемое плодовое тело, ее рыжая часть. И третья, это склероция, черная часть, которая покрывает всю чагу. С точки зрения науки, полезными считаются плодовая часть и склероции, но при этом, друзья, в склероции гораздо меньше полезных веществ, чем в самом этом рыжем плодовом теле. И поэтому, например, некоторые исследования показывают, что использование склероции, то есть черной части чага, чаги не снижает уровень сахара в крови, в отличие от тех экстрактов, которые сделаны из внутренней рыжей части чаги. И полезность именно плодового тела чаги, ее рыжей части, подтвердила другое исследование, которое показало, что чем более плотная ткань чаги, тем больше в ней разных полезных веществ. Ученые взяли срез гриба чаги, распилили на много маленьких кусочков, сделали специальную карту плотности чаги, вы видите ее сейчас на экране, и оказалось, что наиболее плотными, читай, наиболее полезными являются как раз внутренние части чаги. Они показаны на этой карте фиолетовым и зеленым цветом. А красные и голубые части, то есть та часть, которая прилежит непосредственно к стволу, у которой чага прикреплена к стволу дерева, и черная часть склероций, являются менее плотными и содержат гораздо меньше полезных веществ. Поэтому берите самую полезную часть чаги. Если у вас ее достаточно много, то просто обрежьте, обломайте черной склероцией и используйте наиболее плотную, твердую часть, а если вам попадутся более рыхлые кусочки, это значит, что вам дали еще и ту часть чаги, которая прикреплялась к дереву, и эти куски тоже следует обрезать. Фотографируйте выводы этого исследования с наиболее полезной частью чаги и наш вывод номер 4 о том, что наиболее насыщены полезными веществами самые твердые части чаги, ее рыжая середина. Черный внешний слой склероций и особенно более мягкий слой чаги, который прилежит к стволу березы, содержат существенно меньше полезных веществ, поэтому для производства экстракта чаги используйте самые твердые ее части, остальные выбрасывайте. Итак, выбор сделан, переходим к технологии. Технология в принципе проста. Чагу измельчают, есть два разных способа измельчения, затем заливают водой разные температуры, выдерживают разное время в разных исследованиях, затем жмых обязательно отжимают, чтобы вышло побольше полезных веществ и в некоторых исследованиях эту процедуру повторяют два, а в некоторых три раза. Соответственно нам нужно знать правильное соотношение воды и чаги, температуру воды, время выдержки и количество этих самых отжиманий. Ну что ж, поджимаемся. Я нашел пять разных исследований и в них была разная технология изготовления. Температура колебалась от 50 градусов до 100 градусов Цельсия, причем во всех исследованиях ученые проверяли полученный экстракт чаги на его активность на содержание и активность полезных веществ и оказалось, что любая температура и 50, и 100 градусов Цельсия дает приблизительно одинаковый по качеству экстракт чаги. Так что фантазии в интернете о том, что нельзя использовать температуру больше 50 градусов это не более чем фантазии. Соотношение воды и чаги было от четырех частей воды к одной части чаги до сорока частей воды к одной части чаги. Кстати, там где было сорок частей воды, там чагу потом три часа варили, чтобы упарить этот раствор до меньшей концентрации и несмотря на такое упаривание при кипячении качество экстракта чаги не ухудшилось. Время настаивания было от двух суток до всего четырех-пяти часов. Причем четыре-пять часов можно настаивать, если вы держите температуру приблизительно 75-80 градусов Цельсия непрерывно во время этих четырех-пяти часов настаивания. Но на этом тоже никто не настаивает. Если такой возможности нет, то есть и другие способы сделать настойку чаги. И наконец отжимание. Чагу отжимали один, два, а в некоторых исследованиях даже три раза. А и в одном из исследований приготовленную чагу потом заморозили и размораживая использовали в течение нескольких дней. Если взять всю эту разнородную информацию и сравнить результаты исследований по качеству чаги, то мы можем сделать один очень приятный рецепт. Он состоит в том, фотографируйте нашу рекомендацию номер пять, что если вы используете сухую измельченную в порошок чагу, то ее сразу можно заливать горячей водой. Подробности ниже. Если вы купили чагу кусками, то ее можно либо потереть на терке, как в некоторых рецептах, и я думаю это будет нелегко, либо замочить на 4-5 часов в обычной кипяченой воде комнатной температуры, и после этого намокшие куски размягчаются, и их можно просто пропустить через мясорубку для измельчения. Затем ту воду, в которой настаивалась чага, нужно разбавить чистой кипяченой водой, либо взять для той чаги, которую вы купили в порошке, просто чистую воду, лучше ее прокипятить. И затем в обоих случаях порошок или куски чаги нужно разбавить водой. Количество воды в любом случае должно составлять от 4 до 6 частей воды по весу к одной части веса сухой чаги. Например, на 100 граммов сухой чаги 400-600 миллилитров воды. Затем эту воду вместе с чагой нужно нагреть на медленном огне до 70-80 градусов Цельсия. Используйте градусник. И потом можно идти двумя способами. Первый, наиболее простой, это поместить в термос и оставить до остывания. Это приблизительно займет 10, 14, 16 часов. И затем уже чагу можно отжимать и использовать. Но наиболее оптимальный способ это держать чагу с водой при температуре 70-80 градусов в течение 4-5 часов. Например, если у вас есть мультиварка с такой функцией. В этом случае из чаги в воду перейдет больше полезных веществ. После этого твердую фракцию нужно отжать через несколько слоев марли и оставшийся жом залить новой порцией чистой воды, но уже меньшим количеством воды. Приблизительно в полтора раза меньше, чем в первый раз. То есть 200 или 300 миллилитров воды. Снова нагреть до температуры 70-80 градусов и повторить процедуру. Либо в термосе на 10-14 часов, либо 4-5 часов при температуре 70-80 градусов. После этого твердую фракцию нужно снова отжать через несколько слоев марли и слить первый и второй экстракты. Если вы захотите, то можно сделать и третий экстракт и добавить его к первым двум. Это стоит сделать, если вы оставляли чагу настаиваться в термосе, потому что в этом случае из нее выделится меньше полезных веществ, но при этом вам нужно будет разбить воду, это приблизительно 1 литр воды в целом на 100 граммов чаги, вам нужно будет разбить воду на 3 части. Затем экстракт можно разлить в небольшие сосуды, не стеклянные, чтобы они не лопнули, и заморозить, и размораживать, и использовать по мере необходимости. Итак, как вы поняли, изготовление экстракта чаги не очень сложная, но достаточно длительная процедура, и заниматься этим можно только если вы действительно уверены, что то, что вы будете лечить этой чагой, будет излечено. Это логично. А что же можно излечить чагой, а чего нельзя? Что говорит наука по этому поводу? В интернете почему-то считают, что чем дольше используется любой продукт, тем он полезнее. Мол, эта древность использования освещает и доказывает полезность продукта, ведь не зря люди им пользуются. Но на самом деле в древности чагу использовали достаточно ограниченно. Гиппократ, который впервые описал чагу в своем труде корпус гиппократикум, использовал настой чаги только наружно, только для промывания рам. А первые задокументированные факты использования чаги непосредственно внутрь относятся к 12 веку, и один из киевских князей якобы излечил опухоль губы употреблением чаги, но никто не знает, что это было за опухоль. И в целом письменные источники, которые подтверждали бы использование чаги непосредственно в качестве медицинского средства, весьма ограничены. Один из них это использование чаги в качестве чая в Сибири, об этом писали в начале 20 века, но в общем о чаге писали не так много, как кажется и как рассказывают вам сегодняшние ютуберы. С тем стоит ли вообще использовать чаговый чай, мы сегодня с вами определимся, потому что вопрос этот непрост и совершенно непрост давайте для начала определимся с тем, что именно можно извечивать чагой и первое, что приходит в голову это рак. Действительно, если мы возьмем с вами бифунгин, это тот препарат, который делают фармацевты и который официально используется в медицине. Введем это название в поиске интернета, то нам тут же выкинет кучу аптечных сайтов, на которых этот бифунгин можно купить и на этих сайтах, которые являются сайтами официальных аптек, вы прочтете черным по белому, что бифунгин используется при онкологии, что проводились клинические исследования с больными раком четвертой степени, это уже смертельный рак, неоперабельный, и после терапевтического курса лечения чагой у многих пациентов уменьшались болезненные ощущения и частично или полностью исчезали опухоли и метастазы. Ну это же просто чудо какое-то, я не удивляюсь теперь, что чагу действительно вырубают по всему миру, видимо, количество людей, которые вылечились от рака четвертой степени уже должно перевалить за 10 четвертой степени, но почему-то мы этого не видим, друзья, и нет ни одного научного исследования, в котором было бы подтверждено, что люди действительно вылечились от рака употреблением чаги, и даже нет таких исследований на мышах и на собаках. Странно как-то. А как же тогда эти видео этот настой победил рак? Он таки победил или таки нет? Я нашел самый последний метаобзор, в котором были собраны все исследования, которые есть на настоящий момент об использовании чаги для лечения рака. Это метаобзор 2021 года. И, друзья, этих исследований, во-первых, не так много. Подавляющее большинство из них сделано в пробирке с искусственно выращенными опухолями. К этим пробирочным опухолям добавляли отдельные вещества, которые выделены из чаги в лошадиных дозах в высоких концентрациях. И они, да, действительно показали какой-то результат. Часть исследований проводилась на мышах и одно исследование было проведено на собаках. Там использовались тоже очень высокие концентрации чаги от 14 до 15 граммов в пересчете на 70 килограммового человека уже высушенного экстракта чаги. Это реально очень много. Это, наверное, целый литр или полтора того экстракта, о котором мы сегодня с вами уже поговорили. И результаты, увы, были весьма печальными. И в исследованиях на мышах и в исследованиях на собаках ученые подтвердили, что чагу можно использовать в качестве дополнительного средства, которое замедляет метастазирование и облегчает состояние больного при химиотерапии или радиотерапии. И только то исследование на мышах, в котором, если мы пересчитаем количество экстракта на людей, и оно составит 14-15 граммов сухого экстракта, вот в этом случае опухоль действительно уменьшалась и уменьшалась скоростью метастазирования. Однако, друзья, параллельно с этим вы можете угробить все остальные системы и органы организма. Я расскажу чуточку позже почему. Поэтому, к сожалению, несмотря на огромное количество информации в интернете, несмотря на то, что Солженицын в своем раковом корпусе описал случай выздоровления раковых больных в концлагерях при использовании настоя чаги, мы не можем с вами утверждать о том, что чага лечит рак у кого бы то ни было, у мышей, собак или у людей. Более того, те производители, которые не являются производителями БАДов, а являются производителями именно медицинских средств и которые отвечают за свои слова, они никоим образом не утверждают, что настойка чаги лечит рак. Они только пишут о том, что ее можно использовать в качестве симптоматического средства, которое улучшает общее состояние больных раком. И в основном настойку чаги используют при хронических гастритах, дискинезиях желудочно-кишечного тракта, то есть если нормально не двигается пища в кишечнике и при язвенной болезни желудка, когда нет обострения. Все больше чага ни для чего не используется в медицине и не разрешена для использования в медицине помимо этих болезней. Так что, друзья, фотографируйте наш вывод номер 6. Чага не лечит рака. Основная часть исследований о способности чаги убивать раковые клетки основана на исследованиях в пробирках, где разные действующие вещества чаги добавляли к выращенной в пробирке опухоли. Несколько исследований на живых мышах и собаках дали возможность сделать предположение, что людям, которые больны раком, чага может быть полезна для уменьшения эффектов химиотерапии и в качестве общеукрепляющего средства. Вся информация об излечении рака чагой не подтверждена научно. Не верьте шарлатанам. Рак нужно лечить в больнице, используя чагу только с разрешения химиотерапевта в качестве дополнительного средства. И то же самое, увы, друзья, касается и всех абсолютно остальных болезней. Нет ни одного клинического исследования на людях, которое было бы сделано правильно. Аптичные сайты вам врут. Правильное клиническое исследование это когда берут людей с одной болезнью, приблизительно одинаковых по состоянию, разделяют на две группы, при этом одну группу лечат чагой и какими-то лекарствами, другую группу лечат только этими лекарствами и потом сравнивают результаты. Таких исследований нет. Все исследования, которые показывают укрепление иммунитета, разжижение крови, снижение уровня сахара и утомляемости и кучу других полезных эффектов, все они сделаны в лучшем случае на мышах или собаках. В основном на мышах. Но к сожалению люди это небольшие лысые бесхвостые мыши, а мыши это не маленькие хвостатые лохматые люди. Люди и мыши отличаются по своим реакциям на разные лекарства и поэтому мы не можем напрямую переносить те эффекты, которые чага оказывает на мышей, переносить эти эффекты на день. Мы можем только надеяться на то, что использование чаги поможет достичь приблизительно тех же эффектов, если мы не будем использовать чагу в тех количествах, которые просто разрушат почки. Поэтому давайте кратко пробежимся по основным исследованиям, в которых была доказана полезность чаги непосредственно для мышей хотя бы, потому что то, что доказано в пробирках, оно вообще не может использоваться в качестве доказательства полезности чаги. Первое, это улучшение работы мозга. Есть только исследования на мышах и одна российская диссертация, в которой почему-то без указания источников показано, что бифунгин, настойка чаги аптечная, обладает стойким стимулирующим действием на умственную работоспособность и может увеличивать объем кратковременной памяти и ускоряет процессы обучения. Окей, может быть это и так, в любом случае использование бифунгина в тех дозировках, которые рекомендуют производители, не вредно и поэтому может принести помощь. Следующее, псориаз. Есть одно постсоветское исследование, ему много лет и оно, к сожалению, не приводит ссылки на конкретную работу конкретного профессора в клинике в этом исследовании, вернее, это просто статья об использовании чаги, там описывается то, каким образом чагой лечили в одной из клиник больным псориазом. 46 больных из 50 просто употребляли по одной столовой ложке бифунгина за приблизительно полчаса до еды три раза в день и большинство из них через три месяца практически излечилось от псориаза. Друзья, бифунгин недорог, он безопасен, но количество уже вызывают у меня сомнения, я расскажу вам почему и возможно больные псориазом на свой страх и риски смогут использовать бифунгин для лечения, но им нужно будет для этого соблюсти ряд предосторожностей. Следующий способ использования чаги мне лично представляется наиболее вероятным. Это увеличение эффективности тренировок, снижение утомляемости и ускорение восстановления мышц. Тут было несколько исследований на мышах, которые действительно показали, что использование экстракта чаги в количестве 50 мг на килограмм позволяет снизить уровень мочевой кислоты в крови после тренировок и таким образом снизить усталость после тренировок и повысить эффективность тренировок. Плюс было еще одно исследование, в которых мышам давали экстракт чаги и у них снизилась скорость уменьшения объема мышц при старении или при некоторых болезнях. Поэтому людям, у которых есть саркопения, то есть возрастное снижение объема мышц, тоже можно использовать экстракт чаги в этих дозировках. Я расскажу, что это за дозировка. Следующий это снижение уровня сахара и холестерина в крови. Тут действительно исследование на мышах, очень правильно сделанное, но мышам давали 250 и 500 миллиграммов на килограмм веса тела экстракта чаги и у них действительно существенно снижался сахар в крови и плохой холестерин. При этом еще и снижался уровень воспалений. Доза в 500 миллиграммов на килограмм действовала лучше. Следующий очень приятный эффект чаги, который вы тоже действительно можете использовать на себе вообще без опаски, это использование экстракта чаги в качестве солнцезащитного средства. Те люди, которые боятся косметических солнцезащитных средств, могут просто наносить экстракт чаги на лицо и он имеет солнцезащитный эффект равный 30. Этого вполне достаточно, чтобы побыть на горячем солнышке приблизительно 15-20 минут, но потом этот экстракт чаги к сожалению стечет с потом. И вот собственно говорят друзья и все, все остальное это пробирочные исследования и мы не можем этими пробирочными исследованиями ничего доказать. И вывод номер 7 состоит в том, что в мире вообще не существует клинических исследований на людях для определения пользы употребления чаги для лечения любых заболеваний. Препарат бифунгин в СССР применялся только для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и для уменьшения болезненных симптомов химиотерапии у онкологических больных. Любая информация об излечении рака и других болезней чагой или ее экстрактами не подтверждена научно исследованиями на людях. Из имеющихся исследования на животных можно сделать осторожный вывод о возможности использования чаги для улучшения состояния при неизлечимых формах рака, улучшения спортивных результатов, лечения кожных заболеваний псориаз, снижение уровней глюкозы и плохого и общего холестерина, улучшение работы мозга, повышение иммунного статуса и защиты от действия солнечного света. Но эффективность использования чаги не ясна и не подтверждена исследованиями на людях. Однако, если вы захотите использовать экстракты чаги, самостоятельно приготовленные или купленные в аптеках, то вы должны учитывать противопоказания, не превышать безопасное количество и не использовать чагу с теми лекарствами, при использовании которых чага запрещена. Ну что ж, переходим к дозировкам, противопоказаниям, количествам и запретам на использование с различными лекарствами. Те медицинские организации, которые выпускают бифунгин или гастрофунгин и которые отвечают за свои слова, устанавливают такую дозировку, например, бифунгина. Это одна чайная ложка, которую разводят до объема трех столовых ложек и потом употребляют это три раза в день. То есть, в один день принимается только одна чайная ложка густого настоя чаги. не больше. В этом случае и побочка и противопоказания очень небольшие и вы видите их сейчас на экране. К сожалению, друзья, мы с вами не знаем по какой технологии производится экстракт чаги на фармакологических предприятиях. Но, в принципе, мы можем с вами предположить, что, наверное, плюс-минус такой же, как я вам описал. То есть, в этом случае даже тот экстракт чаги, который вы произведете сами, не стоит употреблять в больших, чем это количество. Одна чайная ложка в день. Такую же, кстати, дозировку при хронических гастритах, язве желудка или 12-перстной кишки и дискинезии желудочно-кишечного тракта рекомендуется и в той научной статье, которая была написана сразу после развала СССР. Там три чайные ложки бифунгина разводят 150 мл воды и принимают по одной столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды. Если мы пересчитаем, то эти 150 мл как раз используются за три дня и это и будет одна чайная ложка бифунгина, разбитая на три части в день. Но в этой же статье при псориазе рекомендовали употреблять три столовых ложки в день, а при раке в ней рекомендуют употреблять не менее трех стаканов в сутки экстракта чаги дробными порциями. К чему это приведет друзья? Соответствует ли это хоть приблизительно тем дозировкам, которые давали мышам и собакам? Мышам давали от 250 миллиграммов на килограмм и 500 миллиграммов на килограмм для снижения уровня сахара и холестерина до всего 50 миллиграммов на килограмм веса тела для уменьшения усталости и сохранения мышц. А для лечения от рака в одном исследовании давали всего-навсего 6 миллиграммов на килограмм веса тела в день. И, как отмечают исследования, вот эта дозировка соответствует ежедневному приему чагового чая в Японии. В исследованиях на мышах такая небольшая дозировка действительно снижала метастазирование и даже уменьшала объем опухолей и ученые сделали вывод, что такой экстракт чаги можно использовать в качестве естественного средства для подавления рака путем стимулирования правильного обмена вещества. Берем эти мышинные дозировки, они сделаны в миллиграммах на килограмм веса тела и пересчитываем их на усредненного 70-ти килограммового человека и получаем совершенно разные дозировки. Для уменьшения глюкозы и холестерина это 35 граммов экстракта в день, это 2,5 столовых ложки. Для повышения выносливости это всего 3,5 грамма экстракта в день, это меньше одной чайной ложки. И для противоракового действия всего-навсего 42 миллиграмма экстракта в день. Это меньше одной десятой чайной ложки. Вообще мизер. Смотрите, 2,5 столовых ложки для снижения уровня сахара и холестерина где-то плюс-минус соотносится с 3-мя столовыми ложками для лечения псориаза. Но это приблизительно в 9 раз больше, чем та дозировка, которую рекомендуют медицинские производители для бифунгина. Там 1 чайная ложка в день разбивается на 3 порции. Но это 1 чайная ложка приблизительно соответствует той дозировке для мышей, которая снижала усталость и замедляла уменьшение объема мышц. Соответственно, друзья, честно и откровенно, я бы дал рекомендацию номер 8, фотографируйте ее, пожалуйста, о том, что употребление 1 чайной ложки экстракта чаги в идеале разбитое на 3 порции. Но можно и за 1 раз. Это оптимальное количество, которое будет безопасно. А вот использование уже 2,5 или 3 столовых ложек того экстракта, о котором мы говорили, уже может быть опасным. Сейчас поясним. Смотрите, если мы берем тот рецепт экстракта чаги, который использовался в научных исследованиях, то там брали 100 граммов сухой чаги приблизительно на 1 литр воды. Соответственно, 35 миллилитров экстракта чаги, а 3 столовых ложки это уже будет 45 миллилитров экстракта чаги, будет означать приблизительно 3,5 4,5 грамма порошка сухой чаги в эквиваленте. Но теперь я хочу вам напомнить о том исследовании, с которого мы начали. Там, где кореец грохнул себе почки терминальной стадии смертельной употребляя порошок чаги и есть еще много таких же исследований. Сколько порошка чаги использовали в тех исследованиях, в которых люди уничтожили себе почки? Возьмем 3 исследования просто на обу. первое исследование 69-летний мужчина употреблял 10-15 граммов порошка чаги в день и за несколько месяцев просто уничтожил себе почки. Второе 72-летняя японка, у которой был рак печени, которой удалили часть печени, она принимала 4-5 чайных ложек сухой чаги в день и за 6 месяцев уничтожила себе почки. В первом случае это было 10-15 граммов в день, во втором около 10 граммов в день. И то исследование, с которого мы начали, 49-летний кореец, который безуспешно лечил свой дерматит чагой, он принимал порошок чаги по 3 грамма в день в течение 4 лет и затем из-за того, что результат был очень скромный, производитель ему посоветовал увеличить до 9 граммов в день. И вот тут мы приходим к самому главному, друзья. Даже эти 3 грамма в день уже были в 2 раза больше по содержанию оксалатов, чем обычная пища. А 9 граммов чаги в день, которыми этот кореец просто уничтожил свои почки, содержали в 5 раз больше оксалатов, чем обычная норма, которую обычный человек получает из пищи. Оксалаты это соли щавелевой кислоты, которые с кальцием как раз и образуют те самые оксалатные кальциевые камни, которые являются причиной камней в почках у 80% людей. Высокое потребление оксалатов особенно у людей, которые склонны к образованию камней в почках или которые больше усваивают оксалатов из пищи или у людей, у которых нарушена микрофлора кишечника, приводит к образованию камней в почках и к прекращению функционирования почек даже не вследствие того, что внутри образуются камни, а просто потому, что полностью все канальчики, по которым протекают жидкости в почках, забиваются кристалликами оксалата кальция. Поэтому необходимо тщательно контролировать то, сколько оксалатов находится у вас в пище и не переедать оксалатов. А дополнительное употребление чаги, да еще и больными людьми, приводило к тому, что их почки попросту отказывали. Но даже если человек не употребляет те самые 10, 9, 15 граммов чаги в день, то он в любом случае, употребляя чагу регулярно, ухудшает состояние своего здоровья, если не контролирует количество оксалатов в остальной пище. Потому что, как отмечается в этом научном исследовании, высокий уровень нерастворимых оксалатов в чаге, должен составить людей с остеопорозом, то есть с уменьшением плотности костей, дважды подумать, прежде чем употреблять чагу. Поскольку оксалаты связывают кальций, цинк и другие металлы, и выводят их из организма, и это уменьшает и плотность костей, и в целом ухудшает состояние организма. И оксалаты это не единственная проблема чаги. Сейчас мы перейдем с вами к правилам оксалата безопасности. Давайте только сделаем наш вывод о чае из чаги как таковом. Из-за высокого содержания полезных веществ в чаге, даже употребление чая из чаги может оказывать общий укрепляющий и немного иммуномодулирующий эффект. Но при заваривании такого чая, то есть просто порошок чаги заливается кипятком, иногда кипятится, из чаги выделяется в воду очень незначительная часть полезных веществ. Поэтому чай из чаги это нерациональный способ использования чаги с точки зрения полезности. Но зато высокий уровень оксалата в чае это вторая причина, по которой лучше не злоупотреблять чаем из чаги. А если и пить его, то использовать не более одного грамма сухой чаги в день. Дело в том, что оксалаты прекрасно растворимы, они все перейдут в чай и это сильно повышает риск образования камней в почках и уменьшение плотности костей из-за связывания того кальция, который человек потребляет с пищей. Вывод. Вместо чая из чаги лучше использовать экстракт чаги самодельный или аптечный. Почему я говорю об одном грамме в день? Вы уже понимаете. Потому что мы получаем оксалаты не только из чаги. Три грамма чаги в день это уже в два раза больше чем то обычное количество оксалатов которое обычный человеческий организм получает из пищи и способен нейтрализовать. Более того друзья, мы не знаем сколько в той чаге которую вы купите или в бифунгине которую вы купите сколько там находится оксалатов потому что разные образцы чаги могут содержать в два раза больше или в два раза меньше оксалатов. И в любом случае количество оксалатов в чае как отмечается в этом исследовании намного выше чем в съедобных грибах и они сопоставимы с уровнями оксалатов в таких продуктах как миндаль, арахис, зерновые и шоколад которые имеют очень высокое содержание оксалатов. Соответственно друзья, делаем наш вывод номер 10. Употребление чаги повышает риск камней в почках и остеопороза уменьшение плотности костей. С учетом потребления оксалатов из пищи не стоит превышать потребление более 10 миллилитров самостоятельно приготовленного экстракта чаги в день это максимум 2 чайных ложки. Употребление бифунгина в дозе 1 чайная ложка в день не представляет опасности. При употреблении экстракта чаги необходимо отказаться от употребления продуктов которые содержат высокий уровень оксалатов это шпинат ревень свекла щавель и свекольные листья мангольд арафис кешью черный шоколад и какао также следует отказаться от употребления продуктов которые повышают риск камней в почках а это высокие дозы витамина С и добавки коллагена более 5 граммов в день употребление продуктов которые содержат высокие количества кальция поможет снизить риск образования камней в почках поскольку кальций связывает оксалаты прямо в кишечнике и выносит их скалом не допуская оксалаты к почкам о том как превышение безопасных количеств коллагена и витамина С может привести к образованию камней в почках я снял отдельное видео друзья о том какие продукты содержат много кальция я тоже снял отдельное видео и это не только молочные продукты и через одну неделю после выхода этого видео о чаге выйдет мое видео о том каким образом шпинатом можно просто уничтожить почки приблизительно за год если даже употреблять шпинат всего один раз в неделю но употреблять неправильно и вот в этом видео о шпинате я как раз и дам полные рекомендации оксалатной безопасности как правильно употреблять продукты которые содержат оксалаты для того чтобы убрать полностью или существенно снизить риск образования камней в почках и уменьшить риски остеопороза подписывайтесь на канал чтобы не пропустить это видео и тогда вы его точно посмотрите то есть друзья если вы решите употреблять чагу то необходимо существенно уменьшить количество оксалатов в пище и увеличить количество тех продуктов которые нейтрализуют оксалаты об этом смотрите видео про шпинат помимо этого нужно еще учитывать то что чага может взаимодействовать с различными лекарствами в выводе номер 11 я привел результаты научного исследования в котором сказано не рекомендуется использовать чагу если вы принимаете лекарства разжижающие кровь или лекарства от диабета от диабета понятно потому что чага может снизить уровень сахара в крови лекарства от диабета тоже снижают уровень сахара в крови тогда сахар может упасть очень низко и вы получите гипогликемию. Нельзя использовать чагу, если у вас есть аутоиммунное заболевание, например, рассеянный склероз, волчанка, ревматоидный артрит, при которых медицинской проблемой является чрезмерная стимуляция иммунной системы или если вам предстоит операция, потому что чага может приводить к проблемам с кровотечением и употребление чаги даже через три недели после хирургического вмешательства может вызвать кровотечение. Вот таким непростым, противоречивым, несложным продуктом оказалась разрекламированная чага и давайте сделаем наш финальный вывод номер 12. Прошу только не воспринимать его как финальное забивание гвоздя в группе чаги. Чага все-таки полезна, друзья, и в тех небольших количествах, которых я сказал, ее можно употреблять. Фотографируйте. Для очень многих видов грибов и разных видов пищевых продуктов доказана польза употребления непосредственно самих продуктов и определены полезные их количества. Но ни в случае с порошком чаги, ни при использовании ее экстрактов нет ни клинических исследований, которые доказывали пользу чаги, ни определенных дозировок. Причина в неопределенности того, какое количество вредных для почек оксалатов содержится в конкретной партии чаги. Все исследования отдельных веществ, которые выделяются из чаги и используются для лечения разных заболеваний, пока не вышли за рамки исследований на мышах и в проверках. Вывод. Чагу можно осторожно использовать как общеукрепляющее и профилактическое средство людям без болезней почек. И при употреблении чаги обязательно нужно соблюдать правила безопасности с точки потребления оксалатов из пищи. Подробности в моем видео про правильное употребление шпината. Вот собственно и все, друзья. Если видео было полезным и интересным, то поставьте пожалуйста лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои другие видео о шпинате или о грибах и поделитесь этим видео с друзьями. А я благодарю вас за интерес и внимание и отправляюсь делать следующее видео. До скорых новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok